Бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Для педагога-хореографа Ирины Церингер уже стала доброй традицией отмечать день рождения на сцене вместе со своими учениками. И в этом году, несмотря на пандемию, праздничный концерт не отменили. Правда, проходил он без зрителей, но юные артисты рады и такой возможности выступать. Дети с удовольствием принимают участие в этом концерте. У нас большое количество концертных номеров, около 30. Есть номера, которые дети сами поставили, как такой вот подарок к дню рождения. Концерт состоял из 27 номеров. В нем приняли участие воспитанники театра-студии детского балета «Арабеск» в возрасте от 3 до 16 лет. На каждое мероприятие и на этот концерт конкретно мы готовим специальную программу. Практически ни на одном концерте у нас не повторяются концертные номера. Если это вот юбилейный концерт, значит и номера такие, вот, например, первый номер с днем рождения, то есть по тематике. 12-летняя Злата Лаптева занимается балетом 8 лет. Признаются, что танец для нее – это полное перевоплощение. Во время танца я начинаю мечтать становиться именно актером, а не, ну, перестаю быть собой, становлюсь актером. В программе концертов «Кругу друзей» много сольных выступлений. Для маленьких балерин это отличный шанс обратить на себя внимание и продемонстрировать свой талант. Я смотрела много балерин, которые танцуют. Они очень нежно все танцуют и выражают свои эмоции в танец. Мне это очень нравится, я решила выбрать балет. Благодаря занятиям балетом Полина Казиева уже определилась с будущей профессией. Галина Уланова, мы сходили к ней в дом на экскурсию, мне очень понравилось. И я тоже хочу стать балериной, я поступаю в балетную школу имени Эйфмана. Лев Корольков – единственный мальчик в театре-студии. Лев признается, что заниматься танцами было его желанием. Просто хотел на сцене, хотел танцевать. Поражает красота и разнообразие костюмов юных артистов. В основном сценическую одежду предоставляют школы искусств. Но много шьют на заказ для себя и ученики. В школе очень много костюмов. Иногда приходится подбирать из того, что это уже шито для театрального отделения. Но все, что касается… Ну вот школа пошила с пачки балетные. Это очень важно, когда все-таки это у нас классическое отделение. И все хотят быть в пачках танцевать. Стоит отметить, что занятия на хореографическом отделении Видновской ДШИ проходят по предпрофессиональной программе. По ней учатся в балетных школах. Дети занимаются классическим танцем, историко-бытовым и народно-сценическим. Проводятся уроки по ритмике и гимнастике. В старших классах воспитанники изучают историю хореографии. На следующей неделе у хореографического коллектива запланировано еще одно мероприятие. На сцене ДШИ искусств артисты театра-студии «Арабеск» представят балет «Золушка». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.